Украине необходимо больше средств ПВО. В Киеве обратились к западным партнёрам. В эфире НЕХТА самые важные и интересные новости к этому часу. Франция опасается терактов. Макрон провёл экстренное заседание Совета обороны. В стране введён спецрежим. Чрезвычайная готовность к нападению. Россия ударила по Киеву баллистическими ракетами в профессиональный праздник СБУ. Кремль дал согласие на пытки подозреваемых в теракте. Медведев обещает, что задержанные будут убиты. При этом ни слова о провале спецслужб. Мы это никак не комментируем. Привет, друзья! Для того, чтобы правда доходила до ещё большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде. А вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Россия атаковала Киев. Днём в понедельник оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами из Крыма по украинской столице. В воздушных силах Украины говорят, что эти цели удалось сбить, однако обломки упали на некоторые районы города. Мы видим лужбовый заклад, который находится за мной, сруйнованным вибухом. Одночасно проволонала полистровая тревога и произошли вибухи. Это означает, что была задеяна политическая оружие. Вибухи произошли в Печерском районе, Соломенском районе и в Дарнинском. Поэтому на данном месте Печерском районе украинского района уничтожили. Учебный заклад, пять людей вернулись за медицейской помощи. Двое из них госпитализованы, и одна из них 16-летняя девчина. Окупанты атаковали и энергообъекты Украины. На этот раз, несмотря на работу украинской ПВО, есть попадания в Николаеве и Одессе. В частности, в Одессе часть города была обесточена. В Украинерго говорят, что целью атаки были электроподстанции в южном регионе Украины. Кроме всего, обломки сбитых дронов Камикадзе упали на частный сектор. Пожар был оперативно ликвидирован. Ранения получили 11 человек. Девяти из них была оказана медицинская помощь на месте. Два человека госпитализированы. Также повреждены частные дома рядом. Не только по частному сектору ежедневно прилетает на восточной линии фронта. Американский институт изучения войны отмечает, что российские оккупанты продвигаются вперед. На юг от Богдановки, что к северо-западу от Бахмута и к северу от Клещеевки. На линии Купенск, Сватова, Кременная идут позиционные бои. К тому же, по информации аналитиков, россияне хотят продвигаться в районе Часового Яра. Но эта попытка будет безуспешной, так как ВСУ уделили внимание линии обороны в этом районе. Тем временем, З-пропагандисты жалуются на войну дронов. Например, так называемый военкор Сладков заявил, что за малым не стал жирной целью ВСУ. Подрит! Водитель БДРа! Ух ты! Вероятно, ух ты, говорят и представители Черноморского флота РФ, который продолжает терять боевые корабли. По данным украинской разведки, критические повреждения в результате недавней атаки получил БДК «Ямал». А синт-аналитики тем временем считают, что корабли, пришвартованные в Севастополе, получили незначительные повреждения. К такому выводу они приходят благодаря анализу спутниковых снимков вместо прилета. В военно-морских силах Украины говорят сразу о нескольких объектах, которые были поражены. Однако сейчас уточняется степень этого повреждения. Сейчас из 13-ти одиночек, которые они, россияне, приготовили для того, чтобы защищать наше певденное сбережье, в строю остается только 3 одиночки. А что до, безусловно, корабли этого проекта из состава именно Черноморского флота, не осталось нижней. Кроме того, было уражено строительство войско-морской базы «Севастополь» и так само нанесено вогневое уражение по паливно-мастильным складам. Дроны продолжают атаковать и территорию России. На этот раз долетели до Новочеркасской ГРЭС. Момент попадания БПЛА был снят очевидцами. После появилась информация о том, что выведены из эксплуатации два энергоблока. Российские власти об инциденте сообщали очень робко. Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Уже утром в понедельник появились первые кадры остатков дронов, которые были найдены на территории ГРЭС. Пропагандисты при этом пытаются заявить, что атаки не было, а пожар и не пожар вовсе. Каковы масштабы разрушения, достоверно пока неизвестно. Франция может стать центром новых терактов террористов ИГИЛ. Эммануэль Макрон в воскресенье провел экстренное заседание Совета по обороне Франции. Созвано оно было в первую очередь из-за теракта в подмосковном Крокус-Сити-Холле. Париж, скорее всего, принимает во внимание и данные немецких спецслужб, которые говорят о террористической угрозе как для Парижа, так и для Берлина, где в этом году запланированы масштабные спортивные мероприятия, в том числе и Олимпийские игры. Учитывая заявление исламского государства о том, что он уберет на себя ответственность за нападения в Москве и угрозы, поступающие нашей стране, мы решили поднять значение национальной системе оповещения о террористических угрозах до самого высокого уровня. Чрезвычайная готовность к нападению. Надсистема оповещения Франции о возможных терактах состоит из пяти уровней предупреждения. От белого, то есть угрозы по сути нет, и до пурпурного, это самый высокий уровень. Именно такой был объявлен в воскресенье вечером по всей стране. Теперь определенные ведомства страны имеют карт-бланш на меры, которые призваны предотвратить теракты. В Кремле отказались отвечать на вопросы о причастности ИГИЛ к теракту в Крокус-Сити-Холле. Песков говорит, не их зона ответственности. Кроме того, Москва никого не допустила к расследованию этого теракта, несмотря на то, что свою помощь предлагали соратники московского режима, в частности, Беларусь. Вы опять задаете вопрос, связанный с ходом следствия. Мы это никак не комментируем, не имеем на это права. Спецслужбы работают, не покладая рук, и занимаются всеми угрозами, всеми вызовами, которые постоят перед нашей страной, перед нашим обществом. Чем же занимались спецслужбы РФ до теракта и в день его совершения? Телеграм-канал ВЧК ОГПУ акцентирует внимание на том, что в момент стрельбы в здании Сити-Холла находились представители кинологической службы, очевидно, имеющие при себе оружие. Но, услышав первые выстрелы, они ретировались. Перед зданием Крокуса стоял служебный автомобиль этой службы. Кроме того, в одном из помещений Крокус-экспо находится отделение полиции микрорайона Павшина. Напомню, что в МВД говорят о своей оперативной реакции на происходящее в Крокус-Сити-Холле. Тем временем в Минобороны РФ в понедельник отчитали, что те, кто задержал подозреваемых в теракте, награждены. И что касается самих подозреваемых, в Кремле заявили, что показали еще не всех задержанных, ссылаясь на тайну следствия. Медведев при этом говорит, что арестованных убьют. О том, почему во время официальных следственных действий задержанные подвергались пыткам, в Москве решили не комментировать. Однако результат избиений был хорошо заметен во время судебного заседания, на котором избирали меру пресечения задержанным. Всех четверых, напомню, отправили под стражу до конца мая. Вред задерживаемому, ну, того, кого берут, может быть причинен только в тех масштабах, которые необходимы для того, чтобы его задержать и обезопасить того, кто его задерживает. Понятно, их кладут лицом в землю, руки расставят, ноги расставят, их обыскивают и так далее. Это понятно. К сожалению, это военное действие, но как только этот человек обезврежен, я сейчас не говорю, те, кого задержали, реальные террористы, подставные какие-то фигуры, как многие говорят, уж больно как-то жалко они выглядят, и так далее. Это не имеет значения. Это не имеет значения. Значит, вот после того, как задержанного обезвредили, так сказать, и там, все, он уже не может причинить вреда, он уже не может убежать и так далее, никакого насилия по отношению к этому применяться не может. Значит, тех людей, которые его, которые там избивали, тем более те, которые отрезали ухо, их необходимо арестовать и судить. В России дальше заявляют о причастности к теракту Украины, однако единственное, что Кремль считает доказательством, это разговоры о некоем окне на границе с Украиной, куда должны были проскочить предполагаемые террористы. И второе, это то, что криминальный квартет был задержан в Брянской области, которая граничит, кстати, не только с Украиной, но и Белоруссией. Нет никаких доказательств причастности Украины. И на самом деле то, что мы знаем, это то, что исламское государство, Вилаяд Хорасан, фактически по всем признакам несет ответственность за то, что произошло. Известно, что поисковая операция в Крокусе продлится до 17 часов вторника. По данным российских телеграм-каналов, сейчас опознаны 75 тел, количество погибших продолжает расти. И на момент записи выпуска по данным базы их было уже 144. Тем временем торговые центры, которые принадлежат к Крокус Групп, будут закрыты на неопределенный срок. Белорусы празднуют День Воли. 106-ю годовщину провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. И пока лукашисты брыжут ядом, нормальные люди празднуют. В Литве уже состоялся автопробег, тысячи людей вышли на улицы и польских городов. В целом же акции в День Воли запланированы в более чем 30 городах мира. Мы вымушены ладить урочистостью за межи, а не народной земли. Мы не можем святковать с легким сердцем, бо тысячи людей знаходятся за кратами. Мы кажем День Воли, а ли разумеем? Сегодня наша краина опынулася в закладниках Российской империи, которая ведет захопницкую войну супраць Украины, знищая нашу независимость и нашу идентичность. Тем не менее, я впевнена, у наших с вами силах зменить ситуацию. Бо 106 год тому у тех же умовах опынулися Вацлав Ластовский, Бранислав Тарашкевич, Язеп Лесик, белорусы, какие стояли для вытоков Белорусской Народной Республики. На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в Телеграм-каналах или на платформе ИКС. Спасибо вам за доверие и за то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова